Всем привет! Меня зовут Инесса и вы на моем вышивальном канале. Сегодня я вам покажу, что же мне удалось навышивать на прошлой неделе. Снимала коротенькие фрагментики каждый день. Ну и в итоге сейчас будем с вами сравнивать, что планировала я навышивать и что в итоге у меня получилось. Вот буквально вчера я завершила вот такой сэмплер от Анны Кир. Показывала его в прямом эфире. Вышивала на льне 222 номер. Лен Кэшел. Кэшел 28 каунт, что соответствует 14 каунту канвы. Очень понравился мне этот цвет. Таких сэмплеров у меня 4. У Анны Кир вышел 4 сэмплера. Времена года. Весна, лето, зима, осень. Сейчас я вам все их покажу. Это зимний сэмплер. У Анны Кир есть канал на ютубе. Называется вышивалочка. Я вам ссылочку оставлю под видео. Там она показывает подробнее. Планирую вот этот сэмплер вышивать на белой основе. Все хочу вышивать на льне. То есть, если уж начала на льне, значит основа пусть у меня будет одинаковая. Вот такой осенний сэмплер. На темном мне сложно вышивать. Буду подбирать какую-нибудь другую основу. Хочу, чтобы основы были одинаковые по фактуре. То есть, Лен 28 кэшел. Но разных оттенков. Все 4 разных оттенков. Оформить хочу их в одном стиле. То есть, когда пойду в багетную мастерскую, я возьму с собой вот эту работу, которая уже оформлена. Я обязательно, когда оформлю, в конце видео вам целиком покажу, как они выглядят. Рядом их поставлю. В этом же видео постараюсь вам показать. Вот так оформлено. Вот такой багет у нас есть разных оттенков. И хочу взять эту работу, чтобы там по этой работе вот точно так же мне оформили. Надеюсь, будет такой же багет. Но в прошлый раз был. Чем меня привлекли эти работы? Тем, что здесь вышивка бисером, крестиком. Но и также рококо. Вот видите, вот такие шовчики рококо. По этой работе у меня есть отдельное видео. Это была первая моя работа. Вышивка рококо. Но, как видите, у меня все хорошо получилось. Вот такие вот цветочки. Но в этой работе использовалась немножечко другая техника. Сейчас поближе вам покажу. Вот видите, маки. Они немножко по-другому выполнялись. Описание, как это делать, есть пошагово в инструкции. Я заказывала у Анны Кир полностью набор укомплектованный. Очень понравились вот эти дельфиниумы. Это обычные фрузелки. А здесь три оттенка ниток. И вот такие получаются красивые фрузелки. Пчелки, улей с пчелками. И вот эти вот розочки. Первый раз я делала розочки рококо. Но не все получились идеальные. Но распарывать я не стала. Поскольку лен очень тонкая основа, побоялась испортить. Но в следующий раз буду стараться сделать получше. Потому что принцип, как их делать, я уже поняла. Ну, даже пробовала на отдельном кусочке. У меня вроде все хорошо получалось. А вот когда начала делать, как-то... Вы знаете, на пяльцах, наверное, удобнее вышивать. Потому что работу можно крутить. А я вышивала на станке. И крутить ее невозможно было. И вот эти вот розочки укладывать вот так вот. Лепестки было не очень удобно. Но лен, он очень так мнется сильно. И не стала я запяливать в пяльца. Я даже не стирала эту работу. Я старалась ее быстро вышить. Чтобы отнести в багетную мастерскую. Потому что лен очень плохо отглаживается. Его нужно отпаривать. И то не факт, что он прям отпарится. Я что предыдущую работу вышила и сразу отнесла в багетку. И также эту работу не хотела запяливать в пяльца. Потом стирать, отпаривать. Ну, в общем, прогладила лен и начала вышивать на нем. Очень нравится орнамент. Вышивается легко, быстро, просто вот этот орнамент. И вот то, что сюда добавлены бисеринки. Тоже, ну, в общем-то, эти сэмплеры мне нравятся как раз тем, что здесь чередуются бисер и крестик. Я вышивала сэмплер просто крестиком. Но там как-то было скучновато. А вот здесь очень даже хорошо и интересно вышивается. Не скучно. И вот, как видите, вот такие капельки внизу. В первой работе я сделала ошибку. Я эти капельки очень туго прикрепила. И когда натянули работу, они вот так немножечко оттопырились. Поэтому вот эти я пришивала уже свободно, чтобы они висели вот так. Вот. Поэтому вот если будете вышивать такую работу, сразу обратите внимание, чтобы не пришивать вот эти вот бусины. Очень-очень туго. Они должны свободно висеть. Иначе вот как там у меня немножечко оттопыриваются они. Ну, я показывала в предыдущем видео. Вот видите, поднимается. Вот. Даже так приходится постучать, и то все равно не висит, а немножко они торчат. Но открывать работу и переделывать я уже не стала. Но в следующей работе я вот этот вот нюанс учла. И что мне больше всего понравилось, так вот это вот эти клубки. Вообще у дизайнера было задумано вышивать на 32-м каунте. Но я вышивала на 28-м. И видите, как плотно лежат бисеринки. На 32-м они все-таки будут толкаться. Нужно аккуратно их пришивать. Внимательно, чтобы не сбиться. Чтобы не перепутать. Вот тот крестик, куда нужно эту бисеринку пришить. Вернее, тот квадратик. Потому что, когда бисер толкается, мне сложновато пришивать. Я сбиваюсь. Ряд могу перепутать. И следующий ряд могу пришить чуть дальше. Ну, в общем-то, то, что это 28-й каунт, мне было легче пришивать. Не знаю, как девочки на 32-м пришивают. Ну, ничего, нормально пришивают. Все у них хорошо получается. В общем, вот такой вот орнамент. Следующий сэмплер пока не знаю, какой буду вышивать. Потому что нужно мне еще основу купить. И буду ждать основу, пока в Оренбург ее привезут. У меня нет ни белой основы, ни вот такой. Поэтому придется подождать. И пока я буду ждать эту основу, хочу повышивать еще вот такую вот красивую игрушку. Тоже от Анны Кир. Показывала я ее в трансляции. Кто трансляцию смотрел, видели девочки, я уже показывала. Сейчас вам еще раз покажу. Может быть, там в трансляции не все хорошо разглядели. Сейчас на камере покажу вам, что входит в комплект. Можно купить отдельно схемку. Но я покупаю все комплектом, потому что искать здесь в Оренбурге все вот комплектующие. Это нужно бегать по магазинам. Еще не факт, что все будет. Сюда входит шнур, который пришивается по краю. Бисер для того, чтобы подвесить игрушку. Вот такой тонкий золотистый шнурочек. Здесь еще есть кисточка. Внизу будет. Покажу я вам сейчас фотографию, что в конечном итоге будет вот такая вот кисточка. Очень хороший бархат или велюр. Очень хорошего качества. По-моему, Анна говорила, что это итальянский велюр. Ну, действительно, такой приятный на ощупь, обалденный. Так, главное, чтобы у меня все получилось, чтобы не испортить. Ниточек цветных здесь немного. Здесь в основном используются ниточки 815 номера, ниточки DMC и металлик. Металлизированная нитка. Вот такая вот. 5282. Игрушка вышивается на основе 28 каунта. Я это люблю. Но вот такая блестящая с люрексовой ниткой. Первый раз буду вышивать на основе с люрексовой ниткой. У меня очень рябит в глазах. Я вообще не знаю, как у меня это получится. Никогда не пробовала вышивать, потому что мне даже смотреть вот так и то сложно. Но как раз вот хочется попробовать. И вот на таком маленьком сюжете я попробую, а тогда уже сделаю для себя вывод, вышивать ли мне большие работы на такой основе или нет. Потому что вот этот вот сэмплер зимний, он рассчитан, чтобы вышивать именно на такой основе с люрексом. Но я такое большое не смогу вышить, рябит в глазах. Девочки посоветовали мне вышивать не при электрическом освещении, а при дневном. Вроде как меньше бликует вот эта нитка. Но посмотрю, я попробую, а потом уже вам скажу. Вот видите, что должно у нас в итоге получиться. У Анны Кир есть видео с готовой игрушкой. Вот в середине будет вышито вот так руку-ку. Потом здесь вот идет полная зашивка крестом. Как раз таки для этого нам нужны вот такие вот нитки. И потом по верху идут шовчики золотом. Но несмотря на то, что игрушка маленькая, работы здесь хватает. На самом деле у меня проблемы с оформлением. Вышивать-то я вышиваю, а вот оформлять откладываю всегда на потом. Но эту игрушку хочу сразу оформить. И вот здесь показано подробно, как ее сшивать. Надеюсь, у меня все получится. И в этом видео я вам покажу готовую игрушку. Если в этом видео не успею вышить, то в следующем уж точно покажу. Но задача этого видео показать вам два сэмплера оформленные. Один вы уже видели. И как будет выглядеть второй. Но пока я еще не сходила в багетную мастерскую, может быть мне еще одну довышивать работу. Здесь мне осталось пришить бисер. Это Милхилл. Хочется отнести в багетку две работы. Тоже оформляла Милхилл. Две картины у меня уже вышито. И в таком же стиле хочу оформить эту. Поэтому поеду в багетку на машине, чтобы взять сэмплер, взять Милхилл, оформленные работы. И чтобы уже там выбирать. Тащить уже не буду. Поэтому если уж поеду, наверное, одним разом, чтобы все это оформить. То есть, наверное, надо мне довышивать вот этот наборчик, вот эти вот кошечки. Эти кошечки кто-то вышивает на Хэллоуин. А я вижу здесь осенний огород, дачу. И вот такие шаловливые котятки с тыковкой. Ну, в общем, для меня это такая садово-огородная серия. Как по мне, так садово-огородная. Их несколько вот таких работ. Везде черные кошечки. Но как-то я не вижу особо здесь Хэллоуин. Я вижу свой сад-огород. Но я заменила здесь основу. У меня есть основа ручного окрашивания. Как я уже говорила, раньше пятна выводили мы. А сейчас специально их ставим. Для того, чтобы придать работе винтажный стиль. Ну, в общем, у меня был вот такой небольшой кусочек. Это подарок. Я у Наташи Гефки наборы заказывала. И она мне положила вот такой небольшой кусочек. Я не знала, куда мне его приспособить. Но сюда он, мне кажется, подошел. Не стала я на перфорированном картоне вышивать. Вот эти вот дырочки у меня, ребята, почему-то в глазах. Ну, ладно, опять же, это не критично. Одну все-таки работу я вышила на картоне. Но следующую работу заменила на равномерку. А эту работу заменила на канву. Я думаю, что на канве даже удобнее будет пришивать бисер. Поскольку у Милхила мелкий бисер пришивается крестом. Десятый номер бисера пришивается полукрестом. А вот ювелирный бисер пришивается крестиком. Вот тоже планирую вам показать, как это делается. В общем, задача на ближайшее время у меня довышивать вот эту работу. Отнести в багетку. Оформить все это. Ну, и если успею, еще повышивать игрушку. Ну, а что у нас из этого получится, увидим дальше. Если вам нравятся мои видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, я пометила центр. Взяла вот такие маленькие пяльца 15-сантиметровые. Мне нравится вышивать на таких недорогих пяльцах. Все нормально держится. Нарезала ниточки. И сейчас мне нужно вышить основу. На блестящей основе мне сложно вышивать крестики. Хочу посмотреть, как у меня это получится. В середине будет рококо. Здесь уже вышивать будет легче. Потому что так тщательно считать крестики мне не нужно будет. А вот когда я буду вышивать крестом, там нужно внимательно считать. Итак, я вышила крестики. Не так страшно оказалось вышивать на конве с люрексом. Ну да, чуть сложнее, чем на обычной равномерке. Вышивала я при электрическом освещении. Мне горело. Не хотелось ждать завтрашнего дня. В основном я вышиваю вечером или поздно ночью. Что я для себя отметила. Когда вышиваешь, если вот у меня, допустим, свет падает с правой стороны, нужно чуть-чуть держать вот так канву. Чуть-чуть развернув от лампы. И люрексовая нитка не так отсвечивает. Вот, допустим, под каким-то углом бликует. А вот если чуть-чуть вот так отвернуть, то уже не так бликует. Ну, в общем, вышила я все крестики. И буду теперь вышивать металлизированной ниточкой. Буду расшивать фон. Серединку оставлю напоследок, на потом. Мне самой не верится, но я это сделала. Вышила бэкстич металлизированной ниткой и пришила золотой бисер. Какая получилась красота. Металлик ДМС, он такой жестковатый. И мне было сложно вышивать. Сложно, но я справилась. Это очень-очень красиво, ажурно. Ну, вот такой вот получился у меня первый этап. И теперь дальше нужно пришить вот здесь бисеринки узором. И в середине сделать шовчики Рококо. Главное, не испортить мне этими шовчиками Рококо всю вот эту красоту. Я, кстати, долго думала, может быть, мне вначале вышит Рококо, а то, мало ли, вдруг не получится. Ну, да ладно. В принципе, я уже вышивала на двух сэмплерах Рококо. Там, правда, другой был цветочек другой формы, но, надеюсь, у меня получится. Как красиво это смотрится. Конечно, можно было бы сделать еще ровнее, более идеально это все. Но для меня вот эти шовчики металлизированными нитками оказалось сложно. Не знаю почему. Ну, потому что жесткие ниточки и как-то не всегда они у меня послушно укладывались в рядочки. Ну, что, буду продолжать дальше. Сейчас на видео не особо, наверное, видно, как переливается золотой бисер и металлик. Очень красиво. Ну, все. Закончила я игрушку. Вот так у меня получилось. Немножечко я отступала от схемы. Вот пуансетия такая должна была получиться с такими широкими листочками. Но почему-то у меня получились листочки поуже. Ну, первый раз я делала цветочек вот в такой технике. Вроде как нормально у меня все получилось, но листочки поуже получились. Ну, и вот здесь я добавила фрузелков, добавила бисер. Вот здесь еще используется ювелирный бисер, вот этот вишневый. Я вот сюда еще немножечко добавила, чтобы поинтереснее было побольше. Ну, в общем, я когда начинаю крутить фрузелки, я не могу остановиться. И бисеринки, когда пришиваю, мне тоже очень нравятся. Поэтому я часто их пришиваю больше, чем положено. Вот здесь вот тоже металлизированной ниточкой вышит узор и бисеринки золотистые. Ну, что я хочу сказать. Не так сложно, в принципе, мне было вышивать на вот этой блестящей конве. Потом в итоге глаза привыкают и уже как-то особо не замечаешь. Когда крестики вышиваешь, тогда, да, иногда бывает чуть-чуть блеск мешает. Но когда вот бисер здесь пришивала, цветочки, здесь уже я вообще не обращала внимания на блеск бисера. Ну что, теперь нужно оформить. Для этого нужно вырезать мне два кружочка. Синтепон я купила. Здесь вот показано синтепон вот так один кружок. Но я буду вырезать несколько кружочков. Один вот такой большой диаметр. И парочку еще буду вырезать поменьше диаметра. Для того, чтобы игрушка была полукругом. Ну, в общем, три. Нужно мне три диска вырезать разного диаметра. Большой, поменьше, еще поменьше. И положить их друг на друга. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Вот, в принципе, здесь все показано. Клеем момент кристалл. Все это можно приклеить. Потом сшивается край. И по краю уже потом пришивается шнурочек. Ну, в общем, надеюсь, у меня получится все аккуратно. Хотя оформлять я не особо люблю. Вышивать люблю, а вот оформлять, сшить как-то не очень. Но это нужно сделать. Ну, и через несколько секунд вы увидите, что же у меня получилось в итоге. Ну, все. Оформила я игрушку. Вот так пришила шнурок. Вот что у меня получилось. Старалась плотненько набивать, туго натягивать. Очень боялась ее перекосить. А шнурок стыковала вот здесь внизу. Первый раз я пришивала этот шнурок и его стыковала. В общем, вот так у меня получилось. Да, не очень я люблю оформлять. Особенно заделывать эти кончики. Сложновато. Ну, в общем, самое сложное в этой игрушке для меня было это ее сшивать и ровно натянуть. Картон нужно брать очень плотный. У меня не плотный картон. И боялась, что она перекосится. Надо было поплотнее взять картон. Ну, в общем, в целом я довольна тем, что у меня получилось. Если еще учесть, что это первая моя такая сложная работа. Еще вот так. Такая вот красота у меня получилась. Мне настолько понравилась вот эта игрушка, что я решила вышить точно такую же, только со своим подбором. Я выбрала розовый и серебро. Такие серебряные бисеринки и металлик серебро. Правда, ниточки у меня гамма и металлик гамма. Здесь вот DMC. Ну, в принципе, мне нравится, как ложится ниточка гамма. Поэтому вот так у меня получилось. Конечно, камера не передает блеск бисера и металлика. Но мне кажется, эта игрушка будет не хуже. Ну, посмотрим, что получится в итоге. Почему выбрала розовый цвет? Потому что у меня кисточка есть розового цвета. Хотя я пошла в Леонардо и купила еще серебряную и золотистую. Других цветов не было. Но я уже подобрала нитки и буду все-таки делать уже розовую. Розовую кисточку пришивать. В Леонардо небольшой выбор. Вот такая вот серебряная и золотая. Ну, может быть, еще мне в дальнейшем пригодится. И вот такой шнурок. Хотелось серебро с розовым, но не было. Поэтому вот такую буду пришивать. Но, в принципе, тоже нормально подойдет. Здесь вот у нас белый с золотом, а здесь белый с серебром. И также у меня есть вот точно такой же серебристый шнурочек. Ну, в общем, доделаю и покажу вам, что получится в итоге. Еще я искала велюр. Вот такой похожий. В Леонардо нашла только белый. Там были темные цвета и вот такой белый. В принципе, белый тоже красиво. Но мне хочется вот такой вот ситчик. Это ткань для пэтчеворка. Вот сюда очень даже подойдет по цвету. Не знаю, как натянется. И вот эта тканюшка очень мне понравилась. Я не знаю, для чего она мне. Но, может быть, для чего-то пригодится. Такая классная расцветка. Вообще обалденная. Ну, в общем, вот такая должна быть у меня игрушка. Но цветочки буду вышивать поярче. Немножко поконтрастнее. Потому что у нас вот у этой игрушки вот такие вот цветы яркие. Здесь вот у нас бисер ювелирный. Мне надо посмотреть в остатках от Милхилы, есть ли у меня нужные цвета ювелирного бисера или нет. Но если нет, то буду использовать два оттенка розового цвета. Десятый номер. Но я думаю, это не так критично. Ну и, собственно, вот этот металлик гамовский, который я купила, он настолько тоненький. Но, вы знаете, мне понравилось. Я вышивала в две нити. Вот здесь, где кружево, по краю, да, вот это кружево. Здесь четыре нити. Четыре сложения. Мне понравилось, как получилось. В принципе, ниточка не рвалась. Вела себя в работе достаточно послушно. DMC намного толще ниточка. А здесь потоньше. Ну, не знаю, мне вот понравилось. Не вижу, что гамма намного хуже, чем DMC. Ну, единственное, что намного тоньше. Так, вот что у меня получилось. Примерно по этой схеме. Придерживалась я этой схемы. И вот, что у меня вышло. Ну, понятно, что вот здесь я уже сама добавила вот такие вот цветочки. Шовчики Рококо побольше листиков. Листики сделала более светлым цветом. Если здесь у нас темно-зеленый, здесь я сделала посветлее. Ну, в общем, вот такая получилась нежная работа. Очень красиво блестит серебристый бисер. Металлик вот. И вот сюда еще вот такие бисеринки я пришила. Они ярко-розового цвета. Ну, и вот здесь вот желтые у меня фрузелки. А здесь вот у нас голубые фрузелки. Голубенькие. А здесь я сделала желтенькие фрузелочки. Ну, и все. И теперь нужно мне эту работу оформить. Вот такая у меня есть розовая кисточка. Заказывала их на Алиэкспресс. Там их в наборе было пять штук. Но она такая же по размеру. Густая такая, красивая. Такого же оттенка розового. Ну, и белый серебристый шнурочек. Ну, все. Теперь нужно это аккуратненько сшить. Вот здесь я немножко неправильно. Я стыковала шнур. Наверное, нужно его внутрь заправить. В общем, в этой игрушке я постараюсь заправить внутрь. Посмотрим, что у меня из этого получится. Ну, все. Закончила я с игрушечкой. Все ошибки, какие я сделала в первом варианте, я учла. Ну, то есть вот здесь, значит, стык у меня получился не очень аккуратный. Поэтому здесь я стык не делала. А заправляла кончики вот туда, внутрь игрушки. То есть я оставила здесь прореху. Потом туда ножничками затолкала кончики. И зашила. В итоге получилось вот так вот. Все-все аккуратно. И еще здесь у меня был тонкий картон. И при натяжке он сжимался. И, видите, игрушка получилась чуть-чуть поменьше размером. А здесь я взяла уже очень жесткий картон, на который все прекрасно натянулось. И вот этот шнурок я когда пришивала, уже здесь у меня получилось вот более аккуратно. Ну, то есть первый раз я пришивала вот так вот шнурок по краю. Раньше я декорировала край бисером. У меня есть игрушки, которые давно, я несколько лет назад делала, декорировала. Внутрь фетр кое-где склеивала клеем момент. Из-за этого, так, извиняюсь за маникюр, клеем разъедается. Ну, в общем, вот такая красота получилась. Просто хочется с вами быстренько поделиться. Потом уже сделаю маникюр. И покажу еще, как я оформила сэмплер. Ну, в общем, вот такая гладенькая кисточка, такая красивая. Вот такие у меня теперь две игрушечки. Бархат сюда не стала я делать. Здесь на бархат, вот сейчас я выкраивала тканюшку на столе, вроде протерла. Но даже мелкие пылинки на бархате видно. Но еще такой цвет вишневый. Ну, то есть постоянно нужно его очищать. А здесь у меня вот такой вот ситчик, горошек. Как будто снег падает. Все-таки новогодняя игрушка. Ну, в общем, такая получилась красота. Результатом я довольна. Так, это остатки вот у меня такого шнура. Как здесь золотое, а здесь серебристый. Он был у меня намотан на бобинку. И вот видите, получились вот такие заломы. Так что шнурок на бобинку наматывать нежелательно. Ну, все, с игрушками закончила. Я схемку изменила. Вот здесь вот такие вот вышила цветочки рококо. На схеме их здесь нет. Здесь вот ювелирный бисер. Ну, в общем, я уже так сама на свое усмотрение изменила схемку. По-моему, получилось очень даже неплохо. Вот такие вышивальные итоги у меня получились на прошлой неделе. На сэмплер у меня ушло 4 дня. Это, правда, были выходные 4 дня. И поэтому я его полностью завершила. И вот на эти игрушки ушло у меня по 2 дня. 2 дня на эту игрушечку и 2 дня на эту игрушку. Итого получилось 8 дней. Чуть больше недели. Но зато вот такие вот прекрасные результаты. Не всегда у меня бывают такие результаты, когда больше отдыхаю. Естественно, есть время на вышивку. Наверное, немножечко мне придется передохнуть, чтобы мои глаза отдохнули. Да, у меня бывает какая-то неделя плодотворная. Какая-то не очень. Но вот в итоге показываю, что у меня получилось. Не удалось мне довышивать Милхилл. Как раз бы эти 2 дня, которые я посвятила вот этой игрушке, могли бы у меня уйти на Милхилл. У меня бы было тогда 3 законченные работы. Сэмплер, Милхилл и вот эта игрушка. Но после этой игрушки я вдруг резко захотела вышить вторую. Ну, потому что здесь были допущены кое-какие ошибки, которые я исправила в следующем варианте. Ну, и захотелось попробовать в другом цвете. Очень хочется еще голубую с серебристым. Но пока не буду вышивать. Пока хватит мне этих двух. Ну, в общем, не знаю, как вы, но я своими результатами на прошлой неделе довольна. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok